Добрый вечер! А начну с обзора того, что произошло, чем мы узнали на уходящей неделе. Владимир Ларионов повторно стал сити-менеджером Рубцовска. Новый контракт с ним заканчивается в 2017 году. Индекс промышленного производства по итогам января вырос на Алтае на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2013 году в Алтайском крае было зарегистрировано 45 тысяч преступлений, что почти на 7% больше по сравнению с 2012 годом. Наш регион занимает 18 место по этому показателю среди всех субъектов Российской Федерации. Главной теме. Читал на днях сообщения. Одно из многих. Долги по кредиту довели барнаульцы до преступления. Задолжал 800 тысяч, пошел на попытку грабежа. Причем, внимание, со словами «извините, у меня нет другого выхода». Ну вот и присидит за такой выход теперь лет 10. Да, в общем, картина, если не типичная пока, слава богу, но никого уже особо не удивляюще. Ибо эксперты бьют тревогу. Закредитованность населения по стране очень велика. Вот они спорят, предельно или нет. Ну, разные мнения есть. Однако, вот важно, что в относительном измерении, то есть по тому, сколько процентов своего дохода люди вносят в качестве платежей, мы впереди планеты всей. По данным статистики, процент личных доходов, отдаваемых в погашение кредитов, в России велик – около 20%. Для сравнения, в Италии и США – около 11%, в Франции и Испании – около 14%. По данному показателю, мы близки к Румынии и Бразилии. То есть 20% среднестатистический россиянин, как и житель Румынии и Бразилии, отдает за кредит. Ну, скажет еще кто-то, и таких немало, да что там 20%? Я половину или даже больше зарплаты жертвую, в кавычках, банкам и прочим финансовым организациям. Опять же, по данным экспертов, за кредитами не обращалось только 20% населения нашей страны. Вот они, эти 20% лакомых кусочек для банкиров, которые, впрочем, уже говорят о том, что рынок слишком перегрет, из этого сегмента, мол, лучше уходить, однако уходят пока немногие банки, ибо желающих получить кредит среди населения все еще много, причем постоянно растет средняя сумма взятого кредита. Самые большие суммы потребительских кредитов оформляются в Магаданской области – 456 тысяч, в Камчатском крае – 443 тысячи, в Москве – 398 тысяч. В Алтайском крае средняя сумма кредитов – около 200 тысяч. Это 47-е место из 69 регионов. Мужчины на Алтае берут большие займы – 234 тысячи в среднем, ибо по статистике и зарабатывают больше, чем женщины. И вообще понятно, почему на Алтае по сумме берут меньше, чем в Москве, да меньше суммы личных доходов. А в относительном аспекте выходит у нас столько же или даже больше процентов ежемесячного дохода. Но пока могут платить – платят, а вот если завтра не смогут. Объем просроченной задолженности по кредитам в прошлом году по стране вырос примерно на 40%. Это, если что, почти полтриллиона рублей. Окей, аналитики в этой тенденции видят огромную опасность для экономики. Вот случись кризис, который всегда связан с падением доходов населения, и снежный этот ком можно просто не удержать. Однако у проблемы за аккредитованность. Заккредитованность есть и еще один аспект – это долги регионов. У многих краев областей страны они настолько велики, что их пора объявлять банкротами. И вот тут-то, ну хоть в чем-то, Алта отличает все-таки выгодную сторону. Это сознательная политика власти региона и лично губернатора, не разом озвученная, не залезает в долги. Ну, пока, в общем, получается. Государственный долг Алтайского края – 1 миллиард 454 миллиона рублей, или 3,6% от собственных доходов. По сравнению с другими регионами, где задолженность доходит до 40-50% и выше, долговая нагрузка Алтайского края продолжает оставаться минимальной. Это наименьший показатель в Сибирском федеральном округе и второй по Российской Федерации. Реплика сегодня звучит так. Бессмысленно призывать не брать кредитов, без этого сегодня просто не обойтись. Ну и объем закредитованности, кстати, среди прочих, может означать высокую уверенность в завтрашнем дне. Это хорошо. Вот только если эта уверенность окажется ложной, плохо граждане будет всем. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин